В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов посетил с рабочим визитом Ленинский городской округ. Город развивается и численность растет. Поздравляем с победой! Юдный видновчанин Илья Османов стал обладателем детского кубка мира по шахматам. Сам по себе ребенок очень увлеченный, разносторонний, он за все хватается. В жилом комплексе приград Лесное прошел благотворительный товарищеский матч по футболу. Это такое огромное доброе дело, которое объединяет всех неравнодушных. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов посетил с рабочим визитом Ленинский городской округ, в рамках которого побывал в новом детском саду в жилом комплексе Горкий парк, а также в видновском перинатальном центре. Все подробности в нашем первом сюжете. Детский сад в жилом комплексе Горкий парк рассчитан на 350 мест. Трехэтажное здание площадью около 5000 квадратных метров полностью готово и передано в муниципальную собственность. На сегодняшний день набраны все необходимые специалисты и уже подано порядка 250 заявлений от родителей. В рамках рабочего визита побывали в новом дошкольном учреждении председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, глава Ленинского городского округа Станислав Катров, гражданские активисты Ксения Демченко и Валерий Скляр, а также руководитель проекта компании «Самолет» Софья Самхиева. Хорошее проектное решение, такие нестандартные в детском садике, современные, все необходимое учтено. И с точки зрения питания, необходимых кабинетов, всех функций, которые уже в современных зданиях, в том числе и те, кто имеет ограничения по здоровью. Ну, а самое главное – уютно, светлое. На трех этажах здания 15 групп, три из них ясельные. В каждой спальне буфетная, раздевалка, санузел и игровая. Впечатляют и просторные, музыкальные и физкультурные залы. Отдельная кухня для приготовления пищи, кабинета специалистов, включая логопеда и детского психолога. «Это один из первых детских садов проекта Коробова на 350 мест. На сегодняшний день он укомплектован уже на 250 человек. 250 человек детей уже подали заявление сюда. Ну, конечно, родители подали. И мы ждем их 1 сентября здесь у нас. Конечно, еще будут поступать заявления, я думаю, что от тех домов, которые дальше вводятся. И мы полностью будем комплектовать данный детский сад». Территория вокруг дошкольного учреждения уже благоустроена. В прогулочной зоне уютно разместились индивидуальные площадки с современным игровым оборудованием, безопасным резиновым покрытием и теневыми навесами от солнца и осадков. В ближайшее время здесь будут высажены кустарники и молодые деревья. Рабочая поездка продолжилась посещением Видновского перинатального центра. Во время небольшой экскурсии, которую провела главный врач Тамара Белоусова, Игорь Барнцалов и Станислав Катаров, а также депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа Татьяна Ершова и Максим Арапов, пообщались с медицинским персоналом и даже с пациентками и их малышами. «Город развивается, и численность растет, и перинатальный центр обслуживает еще 7 городов. Это и уникальность коллектива этого учреждения говорит о том, что надо уделить внимание и те наработки, которые существуют здесь на месте, дать возможность этому благодаря региональному бюджету реализовать». Ежегодно в Видновском перинатальном центре рождаются более 6 тысяч детей. Сейчас здесь функционируют два корпуса – детский и акушерско-гинекологический. Учреждения здравоохранения – самого высокого третьего уровня оказания медпомощи беременным, роженицам и новорожденным. Здесь работает порядка 600 человек. В центре берутся за самые сложнейшие роды, проводят уникальные операции и выхаживают недоношенных малышей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. Город Видное посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Совместно с представителями администрации Ленинского городского округа он осмотрел придомовые территории на проспекте Ленинского комсомола. Подробности расскажет Юлия Стаферова. Сезон благоустройства в самом разгаре. В Видном его активная фаза на проспекте Ленинского комсомола от 15 до 19 дома, а также во дворах домов номер 23, 25 и 35. Депутат Московской областной думы Владимир Жук вместе с муниципальными депутатами Олегом Федоровым и Владиславом Рымшей, а также с Александром Митряйкиным приехали на место, чтобы узнать о запланированных работах. В рамках КБДТ здесь идет замена асфальтового покрытия тротуара бордюры. Полностью вокруг граммов. Да, да, полностью 100% дворового территории. Здесь, кем стоит, да. Работы осуществляют в рамках губернаторской программы благоустройства дворов в Подмосковье за счет средств областного бюджета. По второй программе, это модернизация ДИП у нас идет, у нас идет модернизация детских площадок. Кроме того, жители окрестных домов попросили заасфальтировать так называемую народную тропу. Также по их просьбе будет увеличено количество парковочных мест. А неравнодушная местная жительница Мария Ивчина вышла с инициативой перенести вход на новую детскую площадку. А вот это уже надо поговорить с коллегами, чтобы выход был не прямо, вот упираешься в этот горд, да, хоккейной коробки, а чтобы этот выход был в сторону схода. Мы возвращаемся к тому, что нам нужен проект, посмотреть, что здесь должно быть на самом деле. Потому что если это есть проект, проект надо откорректировать. Завершить данные благоустройства рабочие обещают в августе этого года. Юлия Стаферова, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ. На днях СМИ Ленинского округа облетела новость о том, что второклассник из Видновской гимназии Илья Османов стал обладателем детского Кубка мира по шахматам, который прошел в Грузии. Наш корреспондент Максим Козлов отправился в гости к семье маленького чемпиона, чтобы познакомиться с ним поближе. Вот здесь деньги из разных стран, а здесь монеты. Семилетний Илья Османов, хоть и имеет славу титулованного шахматиста, на самом деле еще и нумизмат, и собиратель камней, и даже немного гончар. А это поделка твоя, нет? Ага, это я раньше ходил на глину и делал. Спортивная карьера Ильи началась в 4 года. Сейчас у него первый юношеский разряд, а за плечами участие в более чем 60 турнирах. Сначала Илья увлекся шашками, но очень скоро загорелся игрой в шахматы. Дедушка показал ему на даче, как ходят фигуры, также в 4 года, и он, его было ребенка не остановить, каждый день подходил, подбегал, спрашивал, как еще раз ходят эти фигуры, и так постепенно проявлялся его интерес. Недавно Илья стал обладателем детского кубка мира по шахматам, который проходил в Грузии. Он провел серию игр, но этот трофей завоевал в дисциплине, где требуется решить сложнейшие шахматные задачи. Вот он, и вот медаль, аграрм, это вот. А это было по композиции. Ну, и мне было, ну, где-то сложно, где-то легко. Семья Османовых многодетная. Помимо младшей сестры Алины, у Ильи есть старший брат Артем, который, кстати говоря, тоже имеет спортивные амбиции. Он уже 4 года увлекается теннисом. Ну, это мы ездили куда-то в Тульскую область. Я там занял первое место. Ну, а вот эти вот две? Вот эти два, это просто я участвовал в моей школе теннисной. Понял. Ну, а вообще планы какие у тебя вот в плане тенниса? Не знаю, стать чемпионом мира. Хоть шахматы и требуют усидчивости, подвижные виды спорта и даже танцы – тоже предмет увлечения Ильи. В конце экскурсии для съемочной группы Илья демонстрирует еще один предмет своей гордости – грядку с овощами. Огурцы, помидоры, перчик, баклажанчик. А как ухаживаешь за этим всем? Ну, я вечером поливаю грейкой. А какие-то удобрения, еще что-то? Нет, пока не делаем. Все экологически чистое? Да. Сейчас в тренировочном графике Ильи перерыв, но скоро начнется подготовка к новым международным соревнованиям. Родители в отношении сына соблюдают мудрый баланс. С одной стороны, всячески поддерживают все его увлечения, с другой – оставляют свободу выбора. Сам по себе ребенок очень увлеченный, разносторонний, он за все хватается, все ему интересно, у него быстро вспышка происходит и увлекается в это дело. Но шахматы, они как появились у него в четыре года, так у него интересы сохраняются. Потенциал большой, он виден. За счет того, в первую очередь, за счет интереса самого ребенка, что у него глаза горят на эту игру. Что будет дальше, мы не заглядываем. Остается пожелать Илье новых побед, и не только в шахматах. В конце концов, вырастить хороший урожай или найти редкую монету – тоже достижение. Максим Козлов, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. Более 10 тысяч человек уже прошли в этом году медосмотр на базе центра диспансеризации, расположенного на территории Виновской клинической больницы. На анализы и прием врача здесь уходит максимум два часа. Узнать о своем здоровье очень многое всего за два часа. Именно столько времени обычно проводят пациенты в центре диспансеризации, расположенном на территории Виновской клинической больницы. Это отдельно стоящее здание работает уже больше года, и за это время десятки тысяч человек убедились, что современный чекап – это быстро, удобно, информативно. Подобных модульных зданий в Подмосковье всего три. Все они предназначены только для проведения диспансеризации. А это значит минимум времени для пациента и максимум комфорта и, конечно, пользы для здоровья. Внутри 500 квадратных метров здесь все необходимое для проведения первого и второго этапов диспансеризации. Смена здесь рассчитана на 60 посещений. Работают врачи две смены в день. Первый этап диспансеризации входит в перечень таких исследований, как антропометрия, измерение натурального давления, измерение КГФ, взятие крови на сахаро-холестериновый анализ, мужчин дополнительно еще до онкоскренинах на ПСА, смотровой кабинет женщин в связи в Москву на онкоцитологию, флюорография и маммография. Также здесь можно сделать УЗИ и энцефалографию, поставить прививки. Для каждого пациента составляется маршрутный лист, по которому можно без очередей пройти необходимый объем исследований. Впечатления великолепные. Быстро, просто, рядом с домом доступно все. Ну, скажем так, с моего адреса мне не очень удобно доехать, поэтому я езжу на велосипеде через красивый парк, который нам здесь недавно реконструировали. Вот. Все быстро, просто, все исследования приходят в электронном формате на мою карту медицинскую в госуслугах. Все новое, все чисто, аккуратно. Народу практически никого. И, что удивительно, в общем-то, легко было записаться. Сейчас быстренько пройдем, надеюсь, и выясним, что там со здоровьем. Центр диспансеризации работает с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов. Выходные с 9 до 15. Право пройти профилактический медосмотр имеет каждый гражданин вне зависимости от прикрепления к Видновской клинической больнице. Екатерина Коваленко, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ. Командная игра особенно объединяет, когда она может спасти жизнь. В жилом комплексе при Град Лесной прошел благотворительный товарищеский матч по футболу, средства от которого пойдут на лечение маленького Алеши Трунина. Подробности расскажет Инга Инчук. Футбольный матч – это шанс проявить ловкость, смекалку, спортивную подготовку. Благотворительная игра удваивает все сильные стороны команд. Ведь каждый хочет внести вклад в сохранение жизни нуждающегося. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы, что вы, что вы, дети, принимаете участие. Это наша шанс проявить, что вы, кто-то вручили. Проект «Благотворительный матч» основан в 2018 году социальным предпринимателем Анной Пономаревой. Благодаря проведению таких игр удалось сохранить жизнь 28 детям. Теперь в помощи проекта нуждается маленький Алеша Трунин. Это такое огромное доброе дело, которое объединяет всех неравнодушных. И благодаря данным турнирам нам получается действительно оплачивать детям или лечение, реабилитацию, или покупка какого-то жизненно важного тримажера. Наш проект в первую очередь нацелен на детей, чьи семьи не имеют финансовые возможности отвезти ребенка на очередное лечение. Двухлетний Алеша Трунин в 9-месячном возрасте перенес менинга энцефалит. Сейчас он нуждается в реабилитации и трансплантации стволовых клеток. Сумма лечения стала неподъемной. Семья обратилась за помощью к проекту «Благотворительный матч». Не все фонды идут, потому что каждый фонд подвязан на определенное заболевание. А у нас оно такое мульти, скажем. И чем важно, тем, что мы можем продолжить лечение, можем продолжить реабилитацию и, собственно, стабилизировать ребенка до нормального. Товарищ очень любит шумные мероприятия и еще живота очень сильно любил футбол. Это единственное, что его успокаивало. Сейчас Алеша держит в руках подаренный мяч, на котором расписались футболисты благотворительного матча. Мария верит, что скоро и ее сын встанет в ряды спортсменов. Все средства от игры пойдут на лечение и скорую поправку Алеши. Инга Янчук, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok